Безусловно, нужно развивать медицинские технологии, нужно развивать все научные направления, которые связаны с продлением жизни и с лечением различных фатальных для человеческой жизни заболеваний. Но пока что никто эликсиры бессмертия не изобрел, давайте наконец-то найдем лекарство против рака. Давно уже Нобелевский комитет объявил, что будет выдана Нобелевская премия тому, кто сумеет победить онкологические заболевания и придумать препарат, который локализует опухоль и не дает перерастать в метастазы. Тем не менее, пока что никто этой Нобелевской премии не получил, несмотря на то, что разные страны, разные научные школы, разные медицинские институты рапортуют о том, что они приблизились максимально близко к решению этой проблемы. Но, тем не менее, пока что Нобелевская премия, как говорится, лежит и ждет своего владельца. Поэтому, конечно, поощрять подобные исследования нужно, но с другой стороны, плохо, когда спекулируют различные шарлатаны от науки. Страдают от этого только люди, потому что сколько шальных денег было заработано вот такими мошенниками и на лекарстве против рака, и на лекарстве против смерти, и на каких-то там средствах макрополоса, там, для вечной жизни и так далее. Пока что стволовые клетки пересаживают, но я, честно говоря, не видела результата, чтобы они кого-то очень сильно омолодили, дали вторую жизнь там или что-нибудь такое. Поэтому, конечно, прогресс поощрять надо, безусловно, вкладывать в него деньги, поощрять инновации, поощрять исследования молодых ученых. Но шарлатанам различным от науки и околонаучных кругов нужно давать по рукам, потому что, конечно, это всего лишь механизм, как говорил Остап Бендер, один из 400 способов ограбления населения. Спасибо. Спасибо.